Идем, идем, а дорога не кончается. Слеза. Так. Лечу. Лечить. Ой, класс. Мне подарили просто так деньги. Ну, короче, так вот. Всем доброе утро. Точнее, доброе утро у нас. А всем привет от канала Family Box Vlog. Мы сегодня хотим отправиться на интересное место. Это места термальных источников и голубых озер в провинции Краби, к которому, собственно, приехали. Поэтому поехали с нами. Там невероятные, шикарные виды. По крайней мере, на фотографиях. Оценим ожидание и реальность. А вы пока посмотрите ожидание. Перед отправлением покажу вам виды из нашего отеля. Вот так вот мы живем возле этой нереальной красотищи просто. А там бахи. А там вот наши бунгальчики. Провинция Краби очень-очень красивая. Она вот эти вот все горы, пальмы. Тут едешь и прям очень красиво, в принципе. Да какие горы? Я на Млаке. Я скучаю по Лаке. Зачем вы мне показали Джекрасова? Это мы сейчас ехали, а вот в этой вот машине Джекрасов выглядывает периодически из окна. С левой стороны его не видно. И Миланка захотела. Вон он, видите? Прям торчит. А, смотрите, какой классный чувак. Монки, монки, монки. Монки. Монки, монки. Он крутой вообще. Монки, монки. Ой, класс. Что продает? С соевым молоком. Да, монки. Милана, монки вызовет на деньги такая. Монки, монки. Орешки, орешки возьми. Орешки возьми. Милана, два орешка, два орешка. Все, хватит тебе. Орешку, орешку. Орешку так тебе не дали. Скажи, нац, 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 дай мне нац. Да ладно, уже ушел. Мы подарили просто так деньги. Ну, короче, так. Монки, он за шоу получил. Какой твой, младкий. А я сначала на горох обратила внимание, что такое большое. Вот этот горох. Милана, про него говорит. Ну, вообще, в принципе, интересно ездить по дороге. Вечно что-нибудь застретишь. Или еще кого-нибудь. Так, мы на месте. Данилыч уже с мороженкой. Сейчас будем заходить в национальный парк. Платить билеты. По-любому машинки припарковали. Обратите внимание, для местных стоимость 10-20 бат. Для иностранцев 100 и 200. Ровно в 10 раз. В 10. Ну что ж, пойдем. Так, мы зашли. С нас взяли 500 бат за вход. 200 со взрослого, 100 за ребенка. Данилыч свободный. В смысле, бесплатный. No swimming, пишет. Не купайтесь здесь. Вкусное мороженое? Да, можно убрать, конечно. А тебе вкусно, зайчик? Да. Идем в Эмеральдсбул. Идем? Идем. Песота. Вот такие вот красоты мы проходим мимо. Но это вроде бы не то озеро, к которому мы идем. Сейчас попробуем до него дойти и посмотреть. Посмотрите, он красивый. Тут идти около полутора километров по вот этой вот дороге. Да, наверное, вот сюда идем. Идем, 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 идем. А дорога не кончается. Она, конечно, красивая. И благодаря тенечку не жаркая. Но все никак. Ой, слушай, горячо. Пошел горячий воздух. Ты чувствуешь? Да. Как будто в баню заходишь. Да. Да. Смотрите, тут тоже водоем. Красиво. Пап, вон. Вон, вон. Сейчас увидим. Только посмотрите, сколько людей. Обалдеть. Это, знаете, это какая-то супер общественная баня. Очень много людей. Это, наверное, какой-то для них святой источник. Кстати, дорога вот такая, немножко неровная. Офигеть. Народу не протолкнуться. Эмеральдпуль. Так, Милан, ну что, как водичка? Холодненькая. Холодная? Обычная, обычная вода? Ну да, ну градусов 27-28. Да? То есть она не горячая? Чё будет. Ну что, мы купаемся? Сейчас, да, будем купаться, наверное. Тремно. Сколько? Не хочу. Ну не купайся. Вот, смотрите, там у меня падет прям. И в ню попало. Так, давай, ныряй. Я же говорю, садитесь, а то скользко. Прыгаем. Так иди к папе. Ну что, как вода? Она совсем не горячая, но приятно охлаждает. Короче, я докладываю, вы не слышите. Она совсем не горячая, но приятно прохладная. Вот тут такой ручей, видите, впадает. Ну вода, видите, какая голубая-голубая прям. Я залезаю. Какое голубое озеро? Залезаю. Так. Лечу. И лечи. Давай, лечи. Тут много местных тайцев приезжает. Говорят, это лечебное озеро, минеральное. Поэтому здесь так много людей сегодня. Короче, ожидание реальности в этом месте мы посмотрели. Смотрите, какая у нас чистенькая вода. Во втором месте мы приехали к водопаду. Это водопад с горячей водой. То есть льется вода прям кипяточная. Сейчас пойдем посмотрим его поближе. Люди здесь толпой. И, кстати, написано, что больше у нас тут фоткают. Даньку сфоткали. Не больше 20 минут находиться в этом горячем кисточнике. И здесь вот такие вот штуки, смотрите, интересно, да? Ну, понятно, камни, скользко. И вот, пожалуйста, сладочная водичка. Денька пошел на пиво. И вот оно туда сливается. А ее все сверху. Это прям источники откуда-то идут, из-под земли бьют. Получается такая вот красота. Купашки, купашки. Как говорят, полезно. Пойдемте немножко в пользу покупаемся. Много все равно нельзя. И погоним дальше. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Шарики, шарики. Покупаем шарики. Недорого. Короче, мы уехали с источников. Едем дальше. Сейчас поедем кушать. И вы не поверите, что хочет у нас сегодня на обед папа. И я хочу сожрать вот такую вот здоровенную пиццу. Сам. Куатроформачо. Амиго. Балиссимо. Мы едем в итальянский, потому что папа уже два дня грезит от пиццы. Я тоже хочу себе отдельную пиццу. Ну, дети, понятно, пиццу постоянно любят. Я описываю, чтобы вы понимали, не ел, блин, вот реально очень давно. Вообще. Ну, то есть мы это не едим. Ну, это минимум. Я просто такое не ем, а сегодня хочу себя побаловать. По факту молочку не сильно можно. Иногда же можно себя баловать, иногда надо. Пишите в комментариях, если нельзя, но очень хочется, то можно или нет? Нет, я вообще за правильную еду. Я против фастфуда. Я фастфуд не ем, бургеры всякие не ем, пиццу тоже стараюсь не есть. Сахар вообще не употребляю. Ребята, я за здоровый образ жизни. Но иногда, я считаю, можно себе позволить и порадовать себя. Когда папе хочется, едят почему-то все заодно. Папе хочется мороженое, все едят мороженое. Папе хочется пиццу, все едят пиццу. Папе хочется бургер, все едят бургер. Так что у нас сегодня праздник, едем пиццу кушать. Пицца. Ждем, сейчас принесут пиццу. Данюшка, пюрешку есть, вкусная пюрешка? А я буду кушать, пожелайте мне приятного аппетита. Я вам тоже желаю приятного аппетита, если вы кушаетесь. Всем пока!